Чё я там тыркую-то? Сейчас ломаю всё. Ну вот. Этого не должно было случиться. Пападос. Думаю, надо сваливать. Бежим! Чёрт побери. От них не так-то просто бежать. А вот навалить им, в принципе, легко. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть, минус два. И-и-и, готовчинка. Всё. Я думал, будет попотнее. Оказалось, всё намного проще. Мы с тобой у этих крысюков подобрали кое-какие вещечки интересные. Например, глазная повязка. Жалко, её одеть нельзя. Вот это беда. Было бы прикольно. Одноглазый Геннадий сливается в толпе крысюков. Чё ещё там было? Разбойничья бандана. Блин, её тоже надеть нельзя. Походу, это моя судьба. Быть бомжом. В бандиты даже не заделаться. Ну, ладненько, мне и так неплохо. Почесали, короче, дальше. Посмотрим, что там у нас. Есть один крыс... О, да там много крысюков. Будем выманивать по одному. И давайте млещей. Я только сейчас заметил, что у них на бандане нарисованы луны. О, ведёрко. Ведро Эмили. Погодь, а чё она тут делает? Надо будет вернуть его. А, так вот. Смотри, у них на банданах нарисована луна. Скорее всего, это крысюки банды луны. И если ты помнишь, пару серий назад мэр города к нам выходил и говорил, что в нашем городе завелись воры. Может быть, эти крысюки те самые воры? Городские воры, которые крали вещи у горожан? Блинский. Вот это у них и радиус атаки, а? Они на меня прыгают издалека. Короче, бежать от них бесполезняк. Нужно их атаковать исключительно вблизи. Фью. Сколько тут крысюков. Уверен, что дальше больше. Опа. Ещё какая-то вещичка лежит. Лампа Гаста. А Гаст нам про эту лампу, кстати, и говорил, что он потерял её. А, ну он, снова эти крысюки. Давай мы с тобой немножечко подкрепимся. Восстановим хпшечки. И вот теперь можно идти в бой. Хотя, не-не-не, погоди. Нет, не пойдём в бой. Давай карту посмотрим. О-о-о. Нам, походу, надо в самый конец, да? И пройти мы можем двумя путями. Либо поверху, либо понизу. Я выбираю путь поверху. Там поменьше крысюков вроде как. Ещё вещички чьи-то валяются. Сейчас отберём у них. Что там лежит? Там сапоги чьи-то, глянь-ка. Ай-яй-яй, засмотрелся. Управились. Пойдём поглядякаем чьи-то ботиночки у нас. Ремингтона. Вот так-то. Официально объявляю, что мы нашли воришек. Остался последний крысюк. И мы дошли до финала. Наконец-то. Меня эти крысюки уже начали бесить. Их тут так много. Грибочек сейчас заберём. Защебись. Ну, пойдём поглядим, что тут. О, какое огромное место. Ну-ка. Погоди, это же главарь крысюков. Вот на кого мы вышли. Мы сейчас этот лагерь воришек можем вообще прижать нормально. Что это за сияющая фигня? Телепорт, что ли? Ну, давай пожрём. Точнее, поужинаем. Мы же интеллигенция. Здоровье и энергии восстановлены. Отлично. И, наверное, пойдём сюда. В телепортик. О, блин. Нас вышвырнуло. Ой-ой-ой. А, вон телепорта есть ещё тут. Погоди, а мы назад-то вернёмся хоть? Через него. Назад к битве с боссом. Отлично. Можно вернуться. То есть нам дали шанс выйти на улицу, купить себе еды, снаряжение. Ну, получше подготовиться к битве с боссом, с главарём. И вернуть к нему. И дать таких хороших люлей. Что ж, давайте мы воспользуемся. Ну, первое, естественно, что я хочу сделать, это улучшить наш учебный меч. У нас косточки уже имеются. У курсиков отобрали. Поэтому улучшаем наш меч. Здорово. Теперь у нас улучшенный учебный меч. Плюс 30 к урону и плюс 50 к урону в ближнем бою. Странно, что об этом пишут. Такое ощущение, как будто я мечом кидаюсь. А вот чтобы сделать ещё более улучшенный меч, учебный меч с шипами, нам нужны иглы. И они добываются тоже из противников. Только с каких шиш его знает. Надо будет поискать. Но не с ежиков же. Ежики маленькие, у них иголочки маленькие. Поэтому, думаю, что не с них. Что насчёт еды? У меня тут нифига нету. Королевский мёд. О. Во-во-во. Мясо. Нифига ничего не восстанавливать здоровье. В основном всё для энергии. Короче, взял баночку мёда. И, в принципе, всё. Буду в перерывах мёд ложками есть. Ну чё, нам, походу, прыгать надо. А, не, подожди. Надо бочки развить. А-а-а! Зад-задо! Чёрт ты, гри! Кстати, опробуем заодно наш маленький меч. По урону он не сильно мощнее предыдущего, но... Мощнее. Ну шо, разминочка прошла успешненько. Можно, в принципе, спрыгивать вниз. И разобраться с этим королём крыщуков. Ребят, здорово. Ммм, а им, в принципе, и насрать. То, что я спрыгнул. Хо-хо-хо, я могу здесь бегать. Я думал, я спрыгну, они на меня сразу накинутся. Но нет. А-а-а, крыщики гостеприимные оказались. Ладенько, пошаримся у них по дому. О, денежки нашли. Ща обчистим самого короля крыщуков. О, смотри, какая дверь большая. Можно выйти. Дверь заперта. Ммм, видимо, нам нужен ключ, который у короля крыщуков. Шапочки всякие. Булки хлеба, картинки. Кстати, эту картинку мы с тобой видели. Ща, походу, нас спалили. Ой-ой-ой, сплинтер, ты ли это? А где твои черепашки? Украдены вещи. Так это вы, воры. Парень, ты только сейчас до этого допер. Все, эпичная заставка закончилась. Ай-яй-яй. Какие вы негостеприимные товарищи. Короче, вначале разбираемся с этими шестерками маленькими. Что-то крысьюку не понравилось. Он там фыркает. О, все, битва с крысьюком. У него какие-то крутые способности есть. А, это не король, это принц крысьюков-бандитов. Ого! Вот это вертушка у него. Надо изучить все его приемы. Значит, он бьет вилкой о пол. Потом прыгает. Ага, еще может взмахнуть вилкой. Прыгает вверх. И приземляет с мощным ударом. Ой-ой-ой. Ага, вот вертушка. Короче, он кидает вначале вилку, потом на нее насаживается и крутится. Вроде бы все. Это все его приемчики, поэтому разрабатываем тактику. Бежим, 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 бежим. Успел. Вроде успел. Валим, валим. Ай, засада. Вот это засада была. Убегаем, убегаем, убегаем. Не могу вовремя остановиться. Так, бежим. Ага. Уху-ху-ху-ху. Кажется, все пошло как надо. Все по маслу. Валим. Есть. Наконец-то... Да блин, зачем я так дочек подошел? Рано обрадовался. Съел баночку меда. И осталось навалять этому крещуку, принцу, совсем чутка. Да что ты будешь делать-то? Давай, добивающий, добивающий. Ну. Последний удар. Иди. Топос. Особый предмет получил. И... Нужно рассказать мэру. Бомжонок догадался, что нужно сказать мэру. Но сперва, подожди, мы откроем вот этот сундук. Броня, броня, пожалуйста. Маленькие двигатели, диск данных. Да что ты будешь делать? Керамический горшок Макдональда. Ммм, керамический горшок. А что, обычные горшки уже не в моде? Ну, что могу сказать? Сейчас мы тут все обшарим до последнего. Фруктский велосипед. О, круто. Можно я его заберу? Нет, забрать его нельзя. Обидненько. Было бы прикольно на лесике покататься. Так. Ни одна купеечка от меня не утаится. Ну, что, деньги вроде бы все здесь выпотрошил. Осталось только диван забрать, наверное. А, диван персила. Ту, блин, персила. Пресли. Персила нашего, другана. Ну вот, и диван-то роскошный. Я уж думал, оставлю его себе. А придется вернуть. Что, вроде бы я здесь все обчистил. Можно выбираться. Опа-на. Здорово, ребята. Вы что тут делаете? Геннадий, ты что здесь делаешь? Ты что, еврей, что ли? Я первый задал тебе этот вопрос. Что вы тут делаете все? Мне нужно было починить силовой генератор пещеры, и... Геннадий не придумал отмазу. Коридоры пещеры вели прямо до сюда? И тебе удалось всех победить? Блин, а прикинь, мы же, получается, с того маленького островка за мостом сюда пришли. Вот это пещера. Значит, за кражами стояли крыщуки. Так я и знал. Они уже какое-то время собирались возле города. Сюда нас привело несколько зацепок, и мы вот-вот собирались войти в пещеру сами. Тебе стоит отдохнуть и рассказать мэру, что случилось. А мы займемся оставшимся. Фу, оставшимся. Я там уже всю работу за вас сделал. Че вы там будете заниматься? Между прочим, вот эти три чувака следят за порядком в порте. Всех нафиг уволить! Снять с постов! Назначить одного меня! Я лучше их троих работаю. Ну чё, чё, погодка как бы плачет. Я в труханах, в шляпе, с картонным... Точнее, с деревянным мечом. Ушатал всех крысюков. Думаю, что пора сходить к мэру и рассказать о моем подвиге. Весь прикол, что мне показывают, что нужно бежать не в мэрию нифига, а вот сюда, в какой-то бар, круглый стол. Что это тут интересного такого? О, Гейл! Тот самый мэр. А чё вы тут все третесь? За круглым столом. Гейл! Пухлый твой живот. Дай поболтаем. Так вот, что произошло. Мне с самого начала стоило попросить гражданский корпус заняться пещерой. Ну знаешь, тебе удалось решить две проблемы за раз. Поздравляю тебя. Вот твоё вознаграждение. А вот ещё за помощь с поисками вора. О, не дурно. Две тысячи двести голды дали и репутацию в городе подняли. Хм, ну, в принципе, не дурно. Две тысячи голды упало мне в карман. Гуляем, угощай всех. Хе, нет, шучу. У меня не так много, в принципе, денег. Всего две тысячи триста семнадцать голды у меня в кармане. Блин, я думал, у меня деньжище-то своих было побольше. Ясно. Не, парни, тусовка отменяется. Не гуляем. А тут у нас чё? Комната. Игровые автоматы, что ли? Играть в дартс стоит двадцать голдов. Блин, тут всё платно, прикинь. Так. Ага, я понял, как играть. В принципе, так же, как и в обычный дартс. Но просто нам нужно попасть в сектора, где больше всего очков. Ну, вот, например, сектор тридцать. Промахнулся, десяточку выбил. Тридцать. Есть. Ещё тридцаточку мне, пожалуйста. Давай, Геннадий, не промажь. Шикарно. Воу-воу-воу. Успех. Сто тридцать очков набрал и получил двенадцать значков. Я в самом начале запортачил, десяточку выбил. Надо попробовать ещё разок. Ща выбьем максимум. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. О-о-о. Сто пятьдесят. И достижения сразу лупанули. Отлично. Вот это я могу, вот это я понимаю. Дартс это чисто моя игра. Как насчёт играть в автомат? Давай попробуем. Ну, короче, тут всё понятно. Нужно выбить три подряд одинаковых картинки. Короче, икс пять, это мы можем вкинуть пять монет. Икс десять, икс пятьдесят, это пятьдесят. Вкидываем пятьдесят монет. Тем самым выигрыш у нас должен быть больше гораздо. Нажали кнопочку, и у нас сейчас должна остановиться левая секция. Что же нам там выпадет? Стейк какой-то. Жмакаем ещё разок. И в средней секции нам выпадает... Стейк, 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 стейк. Лимонад. Ну, в принципе, мы уже просерили. И в третьей секции нам выпадает... Стейк. Блин, вот центральная секция нас подвела. Чёрт подери. Мы всё просрали. Попыточка номер два, но мы уже закидываем десять гальдов. Так, так, так. Посмотрим, что нам выпадет. Главное, чтобы не какаха была. Чёрт подери. Два г... Только не третий. Фух. Ну, хотя, чё фух-то? Если бы выпало три какахи, я бы ничего не выиграл. Так что, что так, что так, я бы всё равно просрал. Третья попыточка. Давай, 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 давай. Чёрт, да блин, вот эти какули. А-а-а. Это какое-то кидалово. Я тут просерил уже сколько? Сто пятьдесят... Сто шестьдесят монет я тут просрал. Божечки, до чего доводят автоматы. Огурец. Какуха. Опять посередине какаха. Две какаки. Да что ты будешь делать? Да пошло оно всё. Это кидалово какое-то. Так, обмен значков. У меня мало значков. Можно купить доспехи. О, доспехи рыцаря можно купить. Но носить я, так полагаю, не могу. Это просто манекен. О, стрелять по шарикам стоит тридцать гальдов. Ну чё, если развлекаться, так по полной, да? Я готов. Пив, 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 ща более. Давай. О, мазю. Плюс двадцать ништяк. Вроде попадаю. Промазиваю. Ну что ты будешь делать? А вот это я косюгу. Не, стрельба это не моё. Хотя в дартсе у меня получше получалось. Слушай, о, пошла жара, пошла. В какуху не будем стрелять. В какуху. В какаху. В какашечку. Господи, хватит с этими какахами. Всё. Все пульки выстрелил. 268 счёт. 60% попаданий. Средний счёт 22. И 12 значков я получил. Пробуем ещё разок. Получил одноглазый. Сердечко, наконец-то. Большое сердечко, ну давай, давай. Большое сердечко, ну как я мог профукать этот момент, а? Косорылый пацан. Геннадий, давай, попадай уже. Ну что ты будешь делать? Вот если бы я попал в маленькую, всё просрал вообще. 203 счёт. Вот ещё хуже. 9 значков, 40% попаданий. Да. Понакатаны идём. Точнее не понакатаны, а поскатаны. Хе. У-у-у-у. Вот это я мазила. Не, в эту игру точно мне играть не стоит. Хотя, хотя, по сравнению с той игрой про однорукого бандита, где мы выбивали 3 одинаковых значка подряд. Да, тут вообще ещё хуже. 30% попаданий. Короче, в любом случае здесь можно хоть какие-то значки выиграть. А в одноруком бандите мы там вообще ничего не выиграли. Вернулся домой. На дворе уже час ночи. Долго играл в автоматы. И вспомнил, что я дедуле обещал сделать каменный столик и каменный табурет. Что ж, придётся выполнять свои обещания. Благо, камушков у меня в достатке. Делаем один стол. И один табурет. Как думаешь, дед в 2 часа ночи не спит? Я сейчас прибегу на его полянку, а его там нет. Это будет обидно. Блин, ну да, его тут нет. Хотя, чё бы дед делал в такую погоду здесь на улице, да, в 2 часа ночи. Ох уж это логика. Сейчас подрыхнем. Наконец-то! В тепле да в юте. Геннадий, ну ты чё? Рядом с кроватью завалился, как алкаш последний. А, ну, интересно, а кто меня в кровать положил? Странно. Так, ладно, бежим. Бежим к дедуле. О, Розочка! Привет, как твои дела? Да поболтаем. Отношения с Розочкой плюс 1. Здорово. Мяу-мяу-мяу. Это всё, что ты можешь болтать. А как насчёт подарка? Давай-ка мы ей задарим, я не знаю, что бы ей подарить-то. Чё кошки любят? Рыбу. О, мясо Рака! Я думаю, что ей должно понравиться. Давай подарим. Чё, отношения минус 2? Мясо Рака минус 1? Короче, зря походу я... Ай! Вот ты же рабащина, а, Розочка? Зажралась ты, мадам! Мясо Рака ей не понравилось. Но отношения с ней надо налаживать, поэтому в следующий раз я принесу лучше ей рыбу. Ого! Джанго, откуда у тебя такой меч крутой? Я такой же хочу. Чё-то я отвёкся, надо же деда найти! Уже, в принципе, утро, и он должен где-то здесь быть. А его и нету, прикинь. Дедок! Ты где? Дед... А, вот он! Айзик, здорово! Превосходная работа! Я впечатлен! Теперь осталось всё поставить, и мы можем сыграть в партию другую! Ммм... Игра Айзика выполнена. Ну, дедок, давай. Выставляй здесь столик, табурет, и мы с тобой сыграем. Если ты меня, конечно, научишь свою игру играть. Блин, этот Айзик такой долгий, капец. Айзик, давай шустрее, я хочу посмотреть на свой стол с табуретом. Подходят ли они тебе или нет? О-о-о! Блин! Рука-лицо просто! Я тебе для чего стол с табуретом сделал? Чтобы ты на полу... Ой, на траве сидел! Господи! Ну, дедок! Ты просто настоящий тролль! Ну что, на этой тролльной ноте, если тебе нравится портия, то с тебя лайкос, комментос под видос, и, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео! Дед, ну ты, конечно, даёшь, вообще. Я в шоке с тебя.